Здравствуйте, друзья! В эфире канал Ньюрошворд. С вами я, Юрий Гемельфард. И сегодня у нас в гостях капитан первого ранга ВМС США Гарри Юрий Табах. Привет, Юр! Привет, привет, тезка! Привет, шалом тебе большое. Юр, ну естественно, главный вопрос к тебе о том, как конкретно был произведен хлопок, точнее серия хлопков на авиабазе Саки в Крыму, Джанкой и так далее и тому подобное. Разумеется, ну давай не будем рассматривать цирк в виде брошенного окурка российскими военнослужащими, это анекдот, но понимаешь, в чем дело? Тут какую версию не возьми, тут все, они слабые. Вот была версия об украинском спецназе и партизанах, но там, понимаешь, там было, сработали одновременно три боеприпаса, судя по воронкам, это работали, ну как тяжелые ракеты, как спецназовцы смогли такое количество взрывчатки доставить и доработали ракеты Гарпун для использования самолетов. Там дальность 150 километров и, соответственно, я не очень понимаю, тогда бы они входили в зону действия российской ПВО, их никто не увидел, но выдвигается версия, либо официально, либо неофициально американцы поставили Украине ракеты от АСИМА с дальности до 300 километров, передали технологии и компоненты, которые позволили доработать ракеты САПСАН. В какой точке зрения придержуешься ты? Ну, в первую очередь, Юр, я хочу сказать, что мы должны с тобой поздравить украинских хлопкоробов, хлопкоробов, потому что они хлопают один за другим, и урожай у них прелестный, я тут говорю, что они прямо израильтянам дают фору, я просто даже не верится мне, как, слушай, это ребята, которые там, я не знаю, чего они заслуживают, но заслуживают много, потому что это ни один, ни два человека, это команды, это продуманные, продуманные, протренированные, профессиональные исполненные операции, и если, понимаешь, я не знаю, как они это делают, если бы я знал, я бы, наверное, тоже не рассказал, но, да, или мы дали ракеты, которые мы говорим, мы не даем, и за что я ругаю нашу власть, говорю, дайте им это оружие, дайте им этого достаточно оружия, значит, или мы им даем, и мы не знаем, и я зря ругаюсь, но я не думаю, или, правда, здесь местные головастики додумались, дашаманили свои ракеты каким-то образом, или беспилотники, или еще что-то, но опять же, значит, если это ракеты, как же этот остров, который самый у вас, Хелисова Пита, не охраняется ПВО, где же ваше знаменитое ПВО, С-400, нет аналогов, в Пентагоне все уже бегут, подают в отставку, там ПАНИК С-400 работает, где оно? Значит, ПВО говно, о, слушай, я даже стихами начал говорить, значит, ПВО говно, потому что они не могут ни беспилотники эти сбить, ни самолеты эти сбить, и ни ракеты эти сбить, потому что ничего украинского сбитого нету, и попало все в цель, вот реально в цель прям попало. Да, там точность идеальная, тут я подтверждаю мое восхищение. Значит, там некоторые здания, некоторые здания, которые вот показывают, куда они попали, там даже улицу не надо подметать, они прям сложили их в аккурат, знаешь, и, значит, если это диверсионные, значит, мы понимаем, что этот полуостров должен быть напичкан ПВО, потому что там самолеты, там стратегические объекты, там склады, там, в принципе, оттуда этот пульс войны идет, вот, как же он, что же он так, значит, хреновая охрана там такая. Значит, это не работает у них, мы уже понимаем, один раз у украинцев, ну, один раз могло получить, ну, два раза могло, ну, слушай, ну, это уже несколько ударов таких серьезных по нему. А я тебе больше скажу, добавь сюда Курск, Курские три удара по Курским линиям электропередач с повреждением, причем там были повреждены те пути, по которым ходят только маневровые грузовые тепловозы, пассажирские там не ходят, но почерк, Юра, почерк-то один и тот же, понимаешь? Вот я почему тебя пытаю. Думаю, нет, я и говорю, что это героические ребята сидят, которые за совсем немного денег продумывают, не спят ночами и продумывают вот эти операции с тем инструментом, который у них есть. Насколько я понимаю, инструмент не богат, не богат ни израильский, ни американский. Ну, явно там, наверное, мы помогаем им чем-то, там, разведка или еще что-то. Но это не только ВСУ, это разведчики, это контрразведчики, это СБУ, это много, кто участвует, гражданские люди участвуют там, наверняка агентура там, сейчас наводить многие вещи. Ну, хорошо, теперь давай, если это нет, если как они говорят, диверсанты групп. Понимаешь, Юр, вот этот клочок земли, наверное, больше насыщен разными контрразведчиками, ГРУшниками, КГБшниками, чем где-либо во всем мире. Там все, что там есть в Крыму, наверное, это только вот контрики и разведчики. Так как же там может вообще действовать какая-то партизаны какие-то или диверсионные группы, которые туда проникли с таким, это же там, связь, взрывчатки. Они не просто идут там, руки в карманы, брюки-клеш, и они шатаются с папиросочкой во рту. Они должны на себе нести очень груз, подготовить это все. Это не все так просто, это не как в кино. Ну, и это значит, что они проворонили. Так в чем, что же они могут, что же они умеют, если, опять же, страна, которая не существует, у которой нет флота, у которой там нет своей культуры, ничего нет, и они топят их корабли без флота и разбивают их армию без оружия. Это же очень странно для меня. Но слава украинским хлопкоробам. Да, я с тобой согласен, но как ты рассматриваешь ту версию? Все-таки давай мы вернемся к маловероятной версии. Это украинский спецназ. Не кажется ли тебе, что они воспользовались тем, что ФСБ России развращено борьбой с хипстерами, с ботаниками, с тем, кто что сказал, но бороться с реальными вещами они не умеют? Такая версия возможна? Как ты считаешь? Ну, понимаешь, как все равно. Все равно сама концентрация, это все равно, допустим, россияне, допустим, мы решили, что они не умеют воевать. Ну, не умеют они воевать. Но все равно только сама масса, сама эта орда, все равно, да, конечно, граубицы наши бьют, а химарсы наши бьют лучше. Но если против одного химарса у тебя 5000 или 7000 стволов артиллерии, то все равно у тебя может быть черный пояс по карате и все такое. Но если на тебя нападет 1000 лилипутов, ты ничего сделать не сможешь. Они тебя затопчут. И какой бы ты ас не был. Но здесь тоже, понимаешь, их просто много. Я думаю, что как же это точно? Значит, мы должны решить, что российские вооруженные силы и вообще Россия, ее разведка, ее ФСБ вообще ничего не могут, кроме как заниматься терроризмом и бандитизмом. А защитить свой народ или защитить свои стратегические объекты они не могут. Они могут что-нибудь взорвать, они могут где-нибудь нагадить, они могут изнасиловать, они могут тебя грабануть, они могут сжечь, а построить, защитить, и чтобы что-то функционировало, они не могут. Значит, мы должны к такому прийти заключению. Но я не уверен, что я готов к такому заключению прийти, потому что врага недооценивать нельзя. И вот мы сидим, да, все меня спрашивают, ну что же они делают? Ну они вернут какую-то, они дадут ответку наверняка. Ну а какую они могут дать ответку в сравнении с такой блестящей операцией? Они такое провести не могут. Не могут, они не могут проникнуть. Значит, они будут заниматься терроризмом, они будут проводить террористические акты, будут бомбить ядерную электростанцию атомную, они будут взрывать в Черном море, чтобы дельфины там дохли, наводить экологическую терроризмом заниматься, зерном, значит, пищевым терроризмом будут заниматься, нефтяным терроризмом будут заниматься. Ну и просто стрелять, как хамасовцы стреляют по Израилю, куда попадет, кого убьет или там, так и они будут просто стрелять из своих ракет, обстреливать жилые города и убивать гражданское население, заниматься терроризмом. Вот это их ответка такая на все, что они способны пока что мы видим. На больше они не способны, они даже не способны разбить врага, который в сто раз меньше их, на поле боя. Они могут только вот артиллерии засыпать, артиллерийскими снарядами, потом тыкаться, пытаться куда-то продвинуться там на полкилометра, на километр, считать это победой. Поэтому я не знаю, то, что говорят, опять же, я имел дело с харпунами, я был ответственный офицер, который передавал харпуны Польше для фрегатов, которых мы им дали. Я имел дело с противокорабельными харпунами, но противокорабельные харпуны не бьют в населенном... Понимаешь, что противокорабельные ракеты, они видят выпуклость на равнине, а в городе или там, где заселенные пункты, где они видят очень много выпуклости, и поэтому они просто прилетят там, где самая большая выпуклость. Поэтому я не думаю, что гарпунами они туда пульнули. Ну, если только они какие-то модифицированные гарпуны, они противокорабельные. Опять же, я не ракетчик. А другим, я не знаю, значит, или мы что-то дали, или европейцам что-то дали, или британцам, или они сами дошаманили что-то. Ну, по-любому, украинцы получают пятерку за это с плюсом, а россияне получают две двойки за это. Почему две? Ну, потому что одной мало. Ага, ясно. Ну, и тогда в заключение вопрос. Ну, уже, по-моему, даже самому наивному понятно, что на этом украинцы не остановятся, тем более, что Зеленский сейчас принял серию законодательных актов по деоккупации Крыма. Твой прогноз. Получается, что россияне уже не совсем могут сказать, что Крым наш, точнее, Крым уже не их? Так что это получается? Ну, Крым их никогда и не был. Ну, им все равно рано или поздно. Понимаешь, они упустили тоже этот момент, когда они сказали, ну, давайте договариваться там, на переговоры, что уйдем там до 24 февраля. Вернитесь, и война заканчивается. А с Крымом будем там решать, с Донбассом будем решать в 15 лет. 15 лет отводим для решения, а там что-то случится. Там или этот сдохнет, или там что-то произойдет. Но теперь они даже это упустили. И украинцы довольно-таки уверенно себя чувствуют в том, что они могут отбить Крым, и они погонят эту мразь со своей земли, всей земли. Включая там Донбасс, Крым и все остальное, что они захотят. Ну, я не знаю, там, опять же, это украинцам решать, каких властям, хотят они Донбасс обратно, не хотят они Донбасс обратно. Ну, с Крымом уже явно они сказали, что Крым должен будет вернуться. Так что у России все хуже и хуже ситуация. Им надо будет... И, видимо, украинцы не боятся, что они будут... Что они их пугают ядерными и тактическим ядерным оружием, или каким там еще. А тогда вопрос, ну, чисто гипотетически, конечно. Вот сейчас идут споры. А почему ВСУ не наносят удар по Крымскому мосту? Мнения разделились. Кто-то говорит, им это невыгодно, другие говорят, им это выгодно. Так ты как считаешь, им выгодно или не выгодно? Ну, если они еще по нему не ударили, значит, им невыгодно. Если бы им было выгодно, они бы по нему ударили. Опять же, все эти эксперты, все эти великие гении военной мысли, у них нет полной картинки. Это все домыслы, все. Они не знают, как сконструировано. Они не инженеры, которые конструировали. Это не один целый армия инженеров, архитекторов, которые конструировали этот мост. Надо там разобраться. Во-вторых, они не знают в Генштабе, они не имеют полной картины. Мосты – это стратегические объекты, особенно такой, как Крымский. Может быть, он нужен украинцам для чего-то другого. Мы не знаем. Поэтому говорить свои догадки и додумки – это говорить глупости в любом случае, даже если ты угадаешь что-то. Потому что эта картинка намного сложнее. И есть военные советы, и есть Генштаб, который продумывает и проникает, что с этим мостом делать. Просто так его грохнут сейчас, просто потому что все хотят, давайте взорвем Крымскому. Надо взорвать Крымскому. Откуда вы знаете, что надо? А может быть, не надо. Может быть, там еще есть что-то. Может быть, и сейчас не время это делать. Это стратегическое мышление должно быть у людей. Должно быть военное образование. Должно быть инженерные понятия, что там происходит. И когда что нужно. А то, что эти все болтают, говорят, ох, как я умно сказал. Давайте ставьте лайк, распространяйте мое видео. И вот я такой военный гений, который это знает. А там Генштаб украинский. Они тупицы. Они никак не взорвут это, значит, мост. Нет, так не работает. Понятно. Но в любом случае, значит, сейчас украинцы делают правильно. А посему слава Украине. Героям слава. Юр, спасибо тебе огромное. До встречи, друзья. До свидания. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok